всем привет с вами технокухня на 8 иркутском канале сегодня мы решили вдоволь отдохнуть и развлечься потому что приставки нового поколения все больше и больше заявляют о себе иксбокс 720 каким он будет игровая приставка планшет от microsoft китайские танки world of tanks в прошлой программе мы раскрыли конфигурацию playstation 4 к этому моменту стали известны подробности а xbox 720 приставка выход который намечен через год получит оптический привод blu-ray сердцем станут два графических чипа radeon hd 7 серии объединенные в crossfire кроме того будет четырех или шестиядерный центральный процессор в купе с оперативной памятью объемом 8 гигабайт вместо долгожданной премьеры playstation 4 sony отправила в магазины более легкую и компактную версию playstation 3 не станет спешить с выводом на рынок новой консоли и microsoft источники портала the verge сообщают что запуску xbox 720 будет предшествовать появлению в продаже абсолютно нового устройства microsoft собирается выпустить игровой планшет xbox surface диагональ 7 дюймов разрешение hd или 1280 на 720 точек внутри новейший четырехъядерный арм процессор и как минимум 2 гигабайта оперативной памяти специально под консольку переработают windows 8 приставка должна появиться весной следующего года а что если sony выпустила playstation vito то почему бы microsoft не ответить чем-то подобным ответ в данном случае будет очень даже удачным учитывая что vito можно сравнить со смартфоном а surface с планшетом больше экран больше удовольствия от игр но мы с приставками не заканчиваем видео же в эту субботу 18 ноября нинтендо выпустит в продажу консоль вию особенностью приставки является контроллер с которым можно продолжать игру даже тогда когда телевизор выключен он будет совместим со всеми играми и контроллерами для вии и будет также включать функцию управления движением вместе с видео чатом есть возможность по интернету пользоваться социальными сетями не вставая с дивана цена чудо от 300 долларов за стандартную версию менфред линзер из студии shinen мультимедиа создавший игру nano assault поделился тем как нинтендо решила ряд распространенных проблем игровых консолей команда разработчиков была впечатлена тем как много кода платформа способна плавно обрабатывать даже до оптимизации например внеся лишь небольшие изменения они смогли оптимизировать исполнение ряда тяжелых задач конвера визуализации 6 раз по сравнению с оригинальной скоростью и это было сделано даже без использования дополнительных ядер итогом стали прекрасные спецэффекты в игре забегая вперед могу сказать что вас лаборатории ждет обзор суперкулера от silverstone но пока мы делали этот обзор тайваньцы уже выпустили две новые модели что-то они разогнались nt 01 pro представляет собой широкую конструкцию башенного типа радиатор который имеет достаточно непривычную форму и позволяет установить рядом два вентилятора типа размера 70 или 80 миллиметров при этом непосредственно алюминиевый радиатор достаточно сильно звенут назад относительно основания конструкции также присутствует 6 медных тепловых трубок диаметром 6 миллиметров масса конструкции 470 грамм nt 06 pro охладитель с горизонтальным размещением масса конструкции на этот раз 700 грамм обе новинки совместимы со всеми современными сокетами а цена их 50 евро где новые кулеры там и новые корпуса компания залман скоро порадует своих поклонников новыми удлиненными моделями новинки изготовлены из стали и пластика окрашены полностью в черный цвет и отличаются друг от друга дизайном фасада а также местоположением выведенных наружу двух портов usb 2 0 и пары стандартных аудио разъемов отсек для блока питания находится в нижней части миле цена в 40 долларов сша приставки кулер и корпуса а как же наши любимые фотокамеры компания nikon продолжает нас радовать новыми зеркальными камерами причем с веселой красной расцветкой модель nikon d 5200 создана для того чтобы вы могли полностью раскрыть свой творческий потенциал среди фич отметим систему автоматической фокусировки датчик замеры экспозиции систему распознавания сюжетов на принадлежность к массовой любительской линейке указывает отсутствие вспомогательного экрана второго колесика управления механического привода автоматической фокусировки система автофокусировки включает 39 точек а чувствительность лежит в широких пределах от 100 до 6004 ай с оу плюсы новинки можно также записать небольшие габариты и массу всего 555 грамм с батареи и картой памяти соответственно новинка выпускается в трех расцветках черный красный и бронзовый модель поступит в продажу в декабре за 900 евро куда можно отправиться с новой камерой например в лондон власти лондона решили обновить уличное освещение и поставить 14 тысяч новых фонарей изюминка заключается в том что фонари будут умными специальные датчики при выходе из строя хотя бы одной лампы будут подавать сигнал на ipad техников отвечающих за обслуживание фонарей помощью специального приложения с этих же планшетов можно будет управлять и яркостью ламп каждого фонаря в отдельности обновление окупится в течение 7 лет и позволит налогоплательщикам сохранять 420 тысяч фунтов стерлингов ежегодно а как же мы без планшетов они как смотрите видео дня серфейс уничтожила айпэд в пародийной рекламе ну так где видео дня там где и фото дня одним из последних снимков которые опубликовали наса стал этот впечатляющий автопортрет который был собран из 55 фотографий высокого разрешения сделанных с разных точек с помощью одной из камер марсохода курьесити обладатели анаглифных очков могут увидеть автопортрет марсохода на стереографии изображение сделано не просто для развлечения автопортреты документируют состояние марсохода и позволяют инженерам участвующих в миссии слеживать изменения с течением времени накопление пыли износ колес и так далее пришло время игр и тут у нас есть чем вас порадовать nadeo сдержала свое обещание геймерам выпустить новые окружения и возможности в серии трек мания 2 в 2013 году прибудут новые серии воли и стадиум они будут базироваться на усовершенствованной версии движка значит игроки смогут наследиться новыми системами освещения и теней а также другими визуальными эффектами глобальная новость от студии dreamworks готовится экранизация серии need for speed кинолента представит фанатам серии историю о подпольном стритрейсинге главную роль сыграет доминик купер знакомый нам по фильму президент линкольн охотник на вампиров купера пригласили на роль дина бывшего гонщика наскар который зарабатывает на жизнь модифицированием и перенастройка суперкаров выход первой серии намечен на 2014 год юбисофт опубликовала вступительный ролик к игре far cry 3 с 29 ноября начнется история джессона руди которому предстоит вызвать из плена своих друзей ребята собирались отдохнуть на райском острове который в одной части стал для них адом wargaming анонсировала новое обновление игры world of tanks апдейт 82 принесет с собой китайскую бронетехнику хите всех времен и народов появится новая ветка танков 17 новых машин некоторые из которых никогда не выходили на реальное поле боя китайская техника по иронии судьбы будет представлять собой модифицированные версии советских французских британских и американских танков если есть китайский iphone то есть и китайский танк как говорится в официальном пресс-релизе китайская техника будет совмещать в себе британскую точность российскую мощь и немецкую надежность жаль в реале это не так на этой грустной ноте мы переходим в нашу лабораторию может быть она нас чем-то порадует компания silverstone прислала нам свой новый кулер красавец охладитель семейства heligon под номером 01 двухсекционный и внешне похож на noktua nhd14 или thermal right silver arrow вот только есть у него своя фишка даже две фишки во первых одна секция шире другой во вторых такая несимметричность позволила установить очень широкий вентилятор его ширина не 25 а 38 миллиметров значит продув может быть очень серьезным к тому же в комплекте скобки для двух дополнительных вентиляторов диаметром 14 сантиметров высота кулера не очень большая 16 сантиметров что означает совместимость со всеми современными корпусами двухсекционный радиатор базируется на 6 медных тепловых трубках диаметром 6 миллиметров трубки пронизывают медные основания и обе секции каждый из которых по 47 алюминиевых пластин межреберное расстояние достаточно большое до двух миллиметров и это говорит о том что кулер может использоваться в очень тихом режиме при малых оборотах лопастей вентилятора крепление heligon 01 порадовала нас простотой и надежностью основание кулера ровное отпечаток термопасты получается практически идеальный тест и мы проводим с одинаковыми для всех кулеров условиями подгоняем обороты лопастей вентиляторов так чтобы уровень шума со расстояния 15 сантиметров был 40 децибел с метра это 32 децибел что соответствует дневному фонус помещений таким образом мы пытаемся понять какой кулер эффективнее при умеренном среднем шуме шестиядерный процессор работает в автоматическом режиме его частота за счет труба вуз поднимается до 3,8 гигагерц после 15 минут прогрева линпаком на 100 процентов загружающим процессор мы получили максимальную температуру 60 градусов напомним что новый кулер от залман демонстрировал 63 градуса таким образом при равном уровне шума кулер от silverstone на 3 градуса эффективнее 3 градуса для рядового пользователя не имеет значения но для людей тщательно подбирающих комплектующие важно иметь наиболее эффективные компоненты вот и время пролетело незаметно наш выпуск подошел к концу до новых встреч пока пока смотрите в следующем выпуске обзор шестиядерного процессора от intel первые тесты ipad 4 а